В том состоянии, в котором мы находились, мы думали, что это не то, что кюрят ногами, по-разному можно сделать. Нет, все хорошо, отмечали очень бурно, с радостью, с душой, с долгой шли, как говорится. Да. Ну вот такое впечатление, что вообще выплеснули все эмоции, может быть, накопленные за эти 13 лет. Ну, никто до вас так публично никогда не праздновал? Нет, почему? Все празднуют очень публично и с боречками, поэтому здесь это все было сделано от чистого сердца, от душой, как говорится. Поэтому здесь все радовались, все довольны, все к этому шло. Саш, правда, что у тебя там какая-то часть эмоции, там, наплечники, сейчас 12 времен, и насколько для тебя было важно, то есть это облетело все СМИ, что это охматривало тебя на груди. Ну, когда случилась трагедия, я думаю, все, во-первых, все очень переживают, потому что мы знали ребят, там, с ними драли, но все это еще не уходит, они в наших сердцах, в наших мыслях. Вот, и да, у меня есть ошибка локомотив, у нас на груди, чтобы кто-то меня играет. Саша, а лично у тебя не было такого вот чувства, что вот эта вот энергия, которая поневоле от Олимпиады осталась, не выплеснутая, выплеснулась именно вот на Кубок Стэнби потом? Не, ну, понятно дело, что все хотели поехать в Олимпийские игры, да, русские ребята, и шведы, и американцы, вот, но, по правилам мы просто не могли это сделать, да, пытались, конечно, но не смогли это сделать, вот. Будем пытаться следующий. Это осталась последняя твоя невзятая высота какая-нибудь в спорте, я имею в виду? Ну, да. Если бы вы голосовали за Комсмайт-трофе, отдали бы себе или Кузнецову? Ну, у нас очень много, вся команда расслужена, это, понимаете, вот этот приз, который давали, да, это не один игрок его получает, получает вся команда. Вот, поэтому я сразу сказал то, что это командный трофей, поэтому, конечно, приятно то, что вот нас победили вне, да, как будто все были здесь, все были достойны этого приза, и Хобби, и Лар Сайвер, который занял победные группы, который вообще не забил плей-офф, стал одним из лидеров команды. Ну, самое главное, что решение должны принимать те, кто его принимает, а не те, кто, конечно, в смысле ничего. А, ну, дали, 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 ну, все знают, что это командный успех, все заслуживают того, что учить это на грани. Понятно, что ты скажешь, что это цель второй Кубок Стенера подряд. Есть какая цель, кроме этого, например, там рекорд грецкий или еще что-то, кроме этого? Ну, все, как мы говорим. Ну, осталось немного, да? Ну, это поражает куча статистики. Если там шарюшка, шарюшка, почему бы и нет? Нет, ну, почему бы и нет, но я думаю, что это рекорд-то не побить. Там нужно играть даже с 10 лет, чтобы его побить. Вот я попытался, но не получилось. Поэтому, опять же, я раньше был совсем злой хоккей, а сейчас все намного сложнее. Вот. Ну, почему не попытаться, как говорится, там? Поскольку? Ну, у вас уже за 600 шайб, а осталось чуть меньше 300. Ну, это получается, что каждый сезон прекращается. Тяжело. Вопрос к руководству «Динамо». Что надо сделать вам в 21-м году, когда не заканчивается контракт, вы же вступите в борьбу. Вот «Магнитка» вернулся у Лёвина. То есть, или это непосимая задача, то есть «Овечки» должны играть до 45-ти лет в НХФ? Что зависит от Александра? А вы, Александр, что на этот счет скажете? Ну, понятное дело в том, что когда уже будут подходить к этому времени, там и заканчивать надо, и не устал. Поэтому обязательно будем разговаривать, будем делать какие-то решения совместные. Но сейчас, как может, еще есть время. Будем быть не спеша. Мы когда сейчас на короткой встрече встречались, Валер Павлович рассказал Александру, какую ему сделали вообще танцы, кого с игроком предложили и тому подобное. Александр Фуртман его смутился и говорит, а меня что, не приглашай его? Я думаю, что он готов, так что с удовольствием наденет майку «Динамо». Я думаю, мы еще увидим ее в нашу. Ну, Саша, оставляй сайт «Динамо», какой-нибудь функции, где же там на сайте же. Но за это время мы постараемся сделать так, чтобы было не стыдно принять решение и вернуться. Настоящий сезон, так что до конца будут на базе «Динамо» готовиться уже? Пока не могу сказать, он только два «Динамо» прилетел. Вот сейчас определенный вопрос есть, да, который нужно их решить. Так, конечно, когда в Новогорске как я готовился, так и буду готовиться. Вот если, конечно, буду готовиться здесь, вот так посмотрим. Ну, опять же, еще даже не принимали решение. Ну, я думаю, что если он не выгодит с родной шутерпаной, то так посмотрим. Как тебе сильно изменится это лето? Потому что ты станешь папой, дай бог, что все было хорошо, получается, ты в конце «Динамо» уже должен летать обратно или как-то? Да, ну, пока еще, очень тяжело сказать по поводу того, что где, что, когда. Ну, вот, только вчера два «Динамо» прилетели, надо здесь свои вопросы решить, которые очень много надо находиться уже, потом уже будет. Не удивился, когда тебя в аэропорту встречали там с цветами, с транспарантами, такая торжественная была? Ну, конечно, чуть удивился, было очень приятно. Вот, спасибо огромное всем людям, которые приехали, встретили. Вот. Много автографов там раздал, у этих самолетов. Очень много. Ну, как говорится, когда выигрываешь в Кабустане и вообще любой трофей, за тебя радуются народ, за тебя радуются дороги, поэтому можно с ними делиться, на этой радость. Было очень приятно видеть и людей, и самолеты тоже очень много подходили, фотографировались, а потом, ну, очень приятно. Многие так не верили, что есть какой-нибудь выиграет Кубук Стэнли. Ты сам мечтал в какой-то момент, что это какая-то сказка происходит на его? Потому что такой срыв шаблонов произошел на них. Ну, конечно. На каждый год, когда ты проигрываешь там, в первом раме, в втором раме, ты расстраиваешься, какие-то у тебя хорошие мысли в голову делают. Слава Богу, когда ты все равно отойдешь цели, когда у тебя есть мечта, ты завоевываешь, у тебя еще какие-то нескольки, что появляются, чтобы отойти дальше. Мы будем работать. Ну, когда Питтсбург прошли, ну, появилась же Вера, наверное. Наконец-то прошли Питтсбург. Наконец-то прошли второй раунд. Какая разница. Питтсбург там, в Монреале, в Монреале тоже проигрывали, да. Прошли дальше, и все, ну, было, все шикарно. А Троксу вас же перекупили, получаясь тренера. Ушел другой круг? Я не разговаривал сейчас с генеральным мальчиком по этому поводу. Конечно, я позвонил Троццу, поблагодарил его за работу. За четыре года, которые мы вместе прошли. Были, конечно, хорошие, плохие времена. Но самый важный, конечно, результат. Поведа, который, как предыдущий, очень был. Удивило, что вся команда очень спокойно к этому отнеслась, ну, по крайней мере, на словах. Вы, в том числе, к уходу Барри Троцца. И правильно я понимаю, что Тодд Древирден, один из главных идеологов, в той Игры Вашингтона, что Вашингтон показывал в этом сезоне? Ну, понятное дело, что так сразу после, там, просчет 2-3 дня и смело тренера. Ну, это бизнес. Это... Кого-то подписывают, кого-то меняют сразу. Ну, у нас то же самое сейчас. У меня это мясо. Бизнес, к этому нормально. Мы к этому всегда готовы. На улице Медития же правильно. Насколько велика роль Рирдена в успехах Вашингтона? Ну, здесь у всех была большая услуга, да. И наслажерство тоже хорошую работу делали. У меня ребята, которые там... Вся команда есть команда. Поэтому были клопом. И еще было тяжело выступать. Понятно. Насколько сырый шаблон для тебя, игра сборной России по футболу? Потому что сейчас все-таки такой... Несколько вопросов хотел задать об этом. Тем более, ты посмотришься от мира. Как ты болеешь и что ты думаешь об Испании теперь? Я... Хорошо то, что буду играть в Москве. Потому что очень много людей пойдет поддерживать ребят. Вот. И... Будем болеть себе душу и сердце. Удивляет тебя сборную? Или как? Ну, что вообще удивляет тебя? Поэтому они представят нашу страну. Мирских миров. Выиграли где-то две игры. Молодцы. Прошли дальше. Не нужно идти дальше. Нужно пытаться обыгрывать Испанцев. Да, хорошая, сильная команда. Все бывает. А если объективно все-таки, Саш, в футболе проще обыграть Испанцев. Или в хоккей Испанцам нашу сборную. А вообще хоккей. Даже есть хоккейный клуб Барселоны. Ну, не знаю. Ну, ты пее когда-нибудь рассказал. Ну, это есть про... Да, это уже знаменитая фраза. Ну, ты будешь играть на футбол? Получаешь? Конечно. Кузя Самарова. Да. Ну, Кузя это Кузя. Нет, приглашали в Самару. Но, опять же, только 2-1 назад прилетел. Поэтому надо было здесь свои дела делать. Потом уже. На следующий матч обязательно пойдем. Будем болеть. Майки не подбрасим. Говорят, вы вчера с Глушаковым смотрели матч, да? Да. Не знаю. Не знаю. В темных странах. Ну... В сборную не взяли. Грустны, наверное. Конечно. Такое... Такое событие, может быть, раз в жизни, что есть возможность представить свою страну на домашней части мира. Обидно. Вот. Но, опять же, здесь только нужно поддерживать. На сборную не говорит там всякие радости. И Денис в плане молодец. Он переживает за ребят, поддерживает. Ну... Профессионалы есть везде. Профессионалы есть везде. Профессионалы есть везде. Как вы думаете, Саша получится большой политикой? Вопросов. Ну как вы думаете так? Суденки в садёте. Он большой политикой не сразу поезжает. Тоже пойдёт заново осваивать эту профессию. Ну, по крайней мере, тот опыт, который он сегодня имеет, общение с людьми, в том числе и представляющим высшие эшелоны управления, власти, поможет им очень быстро адаптироваться. Многие, кто прошел его путь, сейчас показывают, что не будет так. Я думаю, сейчас ничего страшного, а политики надо поиграть. Три года контракт с Женцомом, а потом еще Динамо. Что-то необычное. Будешь ты думать, что в скупком стенде кто-то пельмени из нее, кто-то детей крестил? Да, детей крестил. Но есть какие-то задумки, да, сейчас мы об этом разговариваем. Вот опять же, все узнаете чуть попозже, какого с вами и где будет. А это будет как-то к футбольному чемпионату мира приурочено? Или нет? Это какого-то чая, да, они все приводят, как ни скажешь, как и будет. Нет, ну, они приезжают сюда, а тогда у меня кубок получается на один день. И я с ним и все, что могу показать, могу ли показать, могу там поехать в квартиру, оставить его, пускай оставят в квартире, никто об этом не узнает. Я говорю, зачем это показать детишкам, показать людям, болельщикам, все. Думаю, очень много людей хотят потрогать, фотографироваться. Ты можешь сказать, что это сам все его пока что? Конечно. Самое первое предложение у Александра было, это привезти в детскую спортивную школу, показать детишкам. Первое, куда я хочу привезти, это детям. Любое время выбирайте, какую удобную, я же это сделаю. А потом уже там разные другие варианты. Саша, а в твоем детстве какое-то было воспоминание о кубке, стиле, ты его сам когда впервые увидел в жизни? Ну, когда... Когда в Торонто прилетели на турнир детский. Вот нашли в зал Хакина и славы, там поставили перекаты. Ну, кубка стоит. А потом вы выпутливались. Тогда уже подумал о том, что эта часть продолжала быть мое? Я уже не понял, что это шага. А сколько лет было примерно? Александр, вы на связи с Орпиком и может ли он вернуться? Это решение не мое, это решение генерального менеджера. Там работает все по-другому, как здесь, допустим. Все решают, понимаете, генеральный менеджер. Как раз как с Аймутой, если они где-то вот там, что одинаковый. Но я думаю, он не боится. Почему, боятся? Причем боятся? У него сильная, но я думаю, он еще очень опытный, очень хороший защитник. Я думаю, что он еще найдется для себя хорошей командой. Может быть, веревать обратно в шагу. А как вы думаете, останется ли Кемпни, Уилсон? Я бы с удовольствием всех оставил. Сейчас Калсен тоже прислал долгосрочный контракт. Сейчас и Уилсон, и Кемпни. Опять же, была шикарная атмосфера, все друг друга поддерживали, все знают команду, все знают друг друга. А у Ильи больше как-то поручится? Я думаю, у него жизнь получилась. Угощение не будет. Потому что Лос-Анджелес три года, 35 лет, но он там всегда в отличной форме, он просто машинный тренировок. И он говорит, нет, это самое сложное. Саша, возвращаясь к финалу, все-таки второй матч, когда он за минутку в школу спас очень невероятно показали тебя хоть на планах. Загруз поделки что-то в голове было? Ну, это эмоции, это нормальные линии, просто на автомате это все произошло. В том числе никаких не было, говорит? Ну, слава богу, что он спас этот момент, не дал забить кармане, потому что была бы не в шиаре, и не единственное получило. Вообще очень много моментов было, которые не то что в финале, а в первом круге, когда выиграли овертачи. Так, если бы они тренировок повезли, я думаю, мы бы сейчас здесь не сидели, а не разговаривали о том, как мы. А в школе, да, еще что-то. Все. Александр, объясните просто психологию своих изменений в игре и подготовке. Проготовка у меня не менялась на протяжении нескольких последних лет, да, я тренируюсь с моим тренером, вот. Просто такой был разговор о том, что вы похудели там на 2-3 килограмма. Ну, как похудел? По энергии, то, что во время отпуска ты выбираешь лишние килограммы, ну, это нормальные линии, это нужно, наоборот, для того, чтобы тело отдыхало тоже. Вот, а потом ты уже начинаешь тренироваться и приходишь, и все было нормально. Просто вы приехали еще в Вашингтон на неделю на 3 раньше, чем обычно? Ну, была такая, был такой план, приехать чуть пораньше, потому что у нас тут определенная проблема там с домом была. Ну, вот, надо было выходить и выходить, да. Просто об этом не надо творить, а не через 10 лет. Ну что, да, спасибо большое. Ну, по игре можно, вот, по Сневерсу, именно, что вы стали гораздо больше играть без шайбы. Это чем выхлоплено? Прогрессом Кузнецова или ваше личное желание? Здесь все срослось, как говорится, да, и Кузя, с Кузей начали играть по-другому. И Уилсон даже, в наше название, делать определенную большую работу. Вот, и для меня самое главное было не то, что моя игра, но нужно было результаты покрасить. Вот, и добились результаты, то, что там Кузнецов, там, новички, на Индарском. Добились я для команды, и все это, и все сделано в своей активности.